Все стучат, все стучат! Два! Два! Наверняка редко кто помнит свой первый утренник в детском саду. Кроме ощущения радости и восторга, об этом событии напоминают лишь снимки в семейном фотоальбоме. Есть люди, для которых новогодняя елка – часть работы, и они стараются сделать так, чтобы у малышей об этом празднике остались только положительные эмоции. Самое главное, чтобы дети принимали непосредственное участие в утреннике. Вот, допустим, сегодняшний утренник, там и дети у нас и поют, и танцуют, применяют на себя образы петрушек, а девочки применяют образы снежинок. Снежинка или фея Винкс, зайчик или человек-паук. Кем будет ребенок на новогоднем утреннике в детском саду, в большей степени зависит от фантазии родителей. А вот ребята постарше сами выбирают свой праздничный образ. В этом году я пошла в первый класс. У меня появилось много разных друзей. И раньше я у Деда Мороза просила всякие куклы, а сейчас я прошу всякие полезные подарки, например, телескоп. Я просто принцесса. В классе у нас никто костюмы не готовил, мы сами нарядились. Не только костюмы, но и сюжеты сказок режиссеры театральных студий стараются писать в соответствии с современной модой. Ну, как в Новый год прожить без чудес и сказочных приключений. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин, Владимир Селиванов. Местное время.